Жизнь в обвалившемся доме для жильцов аварийного здания на улице Куйбышева. Зима станет настоящим испытанием. Влага и низкие температуры могут разорвать несущие стены. Чиновники помогать отказываются, без конца гоняя жильцов аварийного дома по кабинетам госучреждений. О жизни под завалами знают наши корреспонденты. Обвал дома произошел в мае этого года. С того времени жильцы обращались практически ко всем чиновникам и политикам. Все дружно обещали помочь. Но спустя 7 месяцев одесситы по-прежнему живут под угрозой обвала. Обратились за помощью жильцы и к новому губернатору Николаю Скорику. Тот, впрочем, пообещал разобраться в данной проблеме. Также обещали помочь и в городском совете. С того промежутка, как ушел Алексей Алексеевич, мы написали письмо Бриндаку насчет наших домов. От них ни от кого, на протяжении полутора или почти два месяца, ответа от них ни от кого не пришло. Еще со времен обвала жильцы просили укрепить стену несколькими балками. Однако в городском бюджете на это денег не нашлось. Спустя полгода дом находится в критическом состоянии. Дом на 75% изношен, жить здесь невозможно. И нам предложили съехать в гостинице, которой мы отказались. Дело в том, что в гостинице, по словам жильцов, невозможно приготовить еду и всего один санузел. Главная причина – люди попросту боятся выезжать. Говорят, их заселят в отель, жилье продадут, а в итоге из гостиницы выгонят. В таком случае необходима полноценная замена их жилье. Но Черноморец, по их словам, предлагает полубараки на окраине города с минимальной квадратурой, где нет ни отопления, ни газа. Поднимитесь наверх, посмотрите, лестница дома отошла уже сантиметров на 20. Я не знаю, если лестница упадет, как мы будем ходить, спускаться, подниматься. Я живу с старым человеком, 92 года, у меня матери, участник войны. Как врачи поднимутся, скорую нужно вызвать. Мы же сидели все лето, мы просидели без телефона, без газа и без света. Ну как это можно? Кто-то вообще отвечает за жизни людей. И вообще вот сейчас страшно, если не дай бог упадет. Снег большой, все, крыши упадут, и мы будем падать просто. Это говорит об умышленном затягивании вопросов. Пока вся улица сама не завалится, тогда очень удобно будет Черноморцу прийти на чистую площадь и никому ничего не давать. В понедельник, 16 декабря, жильцы должны были встретиться с новым председателем Приморской райадминистрации Светланой Асауленко. Но встречу сначала перенесли на среду, а потом и вовсе на 13 января. При таком неспешном поведении городских служб, жильцам опять остается только лишь надеяться, что дом переживет зиму. А что дальше? Денис Соколов, Руслан Акаев, телекомпания Круг.